Привет! Э, Трибуан! У Мудрёныча вышел новый ролик, называется Затопление Бостона. Давайте же его посмотрим, думаю, будет интересно, как и обычно. Погнали! В Америке некоторые города имеют второе имя. Так, например, Лос-Анджелес, город ангелов, Лас-Вегас, город грехов... А Нью-Йорк, наверное, яблоко большое, да? А Бостон... А почему про Нью-Йорк не сказал? Ну да ладно. Город бобов. А чё, пёрнул? Там воняет постоянно. Потому что в Бостоне... Сам пошутил, сам поспинялся. Недолгое время очень популярным блюдом была фасоль, запечённая в патоке. Это как, по-моему, в Мексике. Ну, по крайней мере, выглядит так. Слушайте, выглядит не очень приглядно, но почему-то мне кажется, что это будет очень вкусно. Если взять сахарный тростник, выжать из него сок, а потом выпаривать по определённым технологиям, то мы получим кристаллизованный сахар, который можно добавить в чай. Или покормить тараканов за плинтусом. Зачем? Не хочу. Спасибо, я лучше сам с чайком попью. То, что осталось и есть патока. Она сладкая. Её можно использовать в блюдах вместо... А почему она тёмная? Я думал, патока она светлее. Ну да ладно. Я не расист, если чё, просто как бы, ну, по-моему, при приготовлении каких-нибудь зефиров или тому подобного, там патоку используют. Возможно. Возможно, я ошибаюсь. Добавлять в корма для домашних животных и производить на её основе алкоголь. Патоки в... Алкоголь? Фига себе. А чё за алкоголь? Как называется? В Бостоне было навалом. Рабы выращивали сахарный тростник на Карибских островах. Осуждаю. Производили сахар и патоку, которую увозили в Бостон, где из неё делали ром. О, ром! Ром неплохо. Но, друзья, если вам нет 18 лет, пейте воду и сок. Давалось в Африку в обмен на новых рабов, которых увозили на Карибские острова и так по кругу. Даже когда в США... Круговорот, а рома рабство в природе. Отменили рабство. Бостон всё равно остался крупным производителем рома. А патока, которую в больших количествах привозили в город, продолжила использоваться ей обычными жителями, так как сахар для большинства был довольно дорогим удовольствием. Ещё вместо сахара они использовали патоку? Итак, патока пребывала на кораблях, а оттуда по железной дороге отправлялась на завод, где в неё закидывали дрожжи. Они превращали растворённый сахар в различные спирты, а потом из них с помощью процесса дистилляции выделяли этанол, необходимый для производства алкоголя. Хорошо. Теперь мы знаем, что делает на кухне батин самовар. Самовар! Алкоголь всегда пользовался спросом. Да! В начале 20 века случилось то, что повысило спрос ещё больше. Как это? Сухой закон, да, или чё? Первая мировая война. Ей нужен был порох. Много пороха. А для его производства необходим спирт. Теперь возить патоку... Серьёзно? Ладно, не знал. Нужно было куда большими объёмами. И компания сделала заказ почти на 2,5 миллиона литров. Параллельно задавшись вопросом... 2,5 миллиона литров? Кого ещё раз? Возить патоку в Бостон... 2,5 миллиона литров патоки? Офигеть! Нужно было куда большими объёмами. И компания сделала заказ почти на 2,5 миллиона литров. Жесть! Параллельно задавшись вопросом... А где мы всё это будем хранить? Танки... Я думал, где мы это всё возьмём? Если они не знают, где это всё хранить, зачем это всё заказывать? Закажите столько, сколько вы сможете сохранить и использовать. А потом уже сказывайте ещё раз. Который привезёт патоку, не будет ждать неделю, пока поезд вывезет весь груз. Поэтому было решено построить огромную цистерну на 9,5 миллионов литров. Между гаванью и железной дорогой. Диаметром почти 30 метров. А высоту 15. Как пятиэтажное здание. Фига себе, она огромная. Постройкой очень торопились, чтобы успеть к моменту, когда... Только не надо говорить, что она всё это вылилась. А, ну хотя да, затопление Бостон называется. Я думал, водой там какой-нибудь. А это, оказывается, Бостон затопили патокой. Прикиньте, люди такие идут, не могут отлепить свои башмаки, потому что там всё, блин, прилипло. А потом такие, вкусно, надо покушать. Да, приедет патока. Потому что, как мы помним, танкер ждать не будет. Он просто сольёт груз на пляж и уйдёт, поставив заказу статус доставленный. Вообще офигели. Терну построили, но на пробное заполнение водой для того, чтобы проверить прочность и целостность конструкции, времени не хватило. Капец, а? Ну, не пропадать же добру. Ну, как обычно, да, типа, и так сойдёт. Без всяких проверок в бак стали заливать привезённую патоку. И бак начал протекать. Да ещё бы. Говно потекло. Но кажется... Бачок потек. Никто от этого не расстроился. Наоборот, это была сладкая новость для всех жителей района. Которые просто стали регулярно ходить в бак... Вот халявщики. ...чтобы собрать со стен протекающую патоку для личного пользования. Хорош. Все любят халяву. Конечно, блин. У меня тоже есть сладкая новость, связанная с халявой. Филмсклап отменил плату за годовую подписку. И вы можете абсолютно... А теперь он её ввёл в меся... Замесячную, да? Давайте немножко перемотаем рекламку. ...дестудий тип... Или же... ТВ... Регистрируйте... Где? Где? И со стен... Во. Итак, цистерна стала протекать. А люди собирали со стен сочащуюся патоку. Но компания не придумала ничего лучшее, чем просто покрасить бочку в тёмно-коричневый цвет. А зачем? А потом человек придёт такой... О, патка. А, краска. И сдох. Чтобы замаскировать протечки. Хорошая работа. Разумеется, на прочность бака такая процедура никак не повлияла. Более того, цистерна издавала страшные звуки каждый раз, когда в неё заливали патоку. Фига себе. Так продолжалось до 1919 года. Война уже закончилась, но спрос на спирт, кажется, не сильно упал. А с чего бы вдруг ему падать? И теперь война кончилась? Надо отмечать. Потому что через год в США должен был... Так. И чё, патка такая? ...вступить в силу сухой закон, запрещающий... Или это спирт? Блин, как будто бы это что-то же это... Такое тянущееся. ...производство и продажу алкоголя. Поэтому все в быстром темпе запасались, как могли. На дворе стоял январь. И в цистерне находилось 4 миллиона литров подмёрзшей патоки. Офигеть. Незавненно только было 2,5. 12 января танкер привёз ещё 5,5 миллионов. И чтобы перелить её в бак, патока должна быть тёпленькой. Потому что в охлаждённом состоянии она почти не течёт. Теперь цистерна была полной и скрежетала. Но это никого не смущало. Потому что за прошедшие годы к таким звукам все привыкли. Ну там, наверное, была она не полностью до краёв заполнена, да? Наполовину. Поэтому всё-таки, наверное, вы должны немножко были смутиться. Так прошёл день, второй. А на третий что-то пошло не так. Пулемётной очередью из бака повыбивало заклёпки. И 9,5 миллионов литров патоки вырвались на свободу. Капец. Очевидцы увидели 5-метровую волну, несущуюся на них со скоростью... Вот это жесть! ...15 метров в секунду. Офигеть, как быстро! Патока просто крушила всё на своём пути. Она снесла здание, снесла железнодорожный мост. Она заливалась в подвалы, не оставляя оказавшимся там людям шанса на спасение. Чем дальше разливалась патока, тем быстрее она охлаждалась. Вот, блин, было мне смешно до этого момента. Ой, патока по городу разольётся. О, вкусненько. Ой, липко. Ага. Жопа. ...станавливалась более вязкой. Люди и животные, которых настигла липкая масса, уже не могли выбраться из неё без посторонней помощи. Лошади, не понимая, что происходит, барахтались и от этого застревали ещё сильнее. Люди, пытаясь убрать её с лица, пачкались ещё больше. А попав в дыхательные пути, патока просто заклеивала их, лишая жертву возможности дышать. Вот это просто жопа. Те, кому не повезло, были настолько измазаны патокой, что невозможно было понять, мужчина это или женщина. Да какая нафиг разница? Надо спасать человека, вне зависимости от его пола. Спасатели, прибывшие на место катастрофы, были не в состоянии помочь многим, потому что сами застревали в патоке. Капец. Она держала жертву так крепко, что когда двое попытались вытянуть из патоки человека за торчащую руку, они оторвали руку. Нифига себе это, как это можно руку оторвать человеку? И типа он даже ничего вам не сказал, типа, чуваки, давайте, тяните, тяните, тяните. Ещё чуть. А, всё? Да? Ну ладно. Сранная фигня, ладно. Халатность. Да. Ну да. А, всё-таки до краев её заполняли уже. Протекающим корпусом. Постоянно пыталась сказать владельцам, что грядёт большая беда. Как результат погиб 21 человек. Примерно 150 ранены. Нанесён ущерб городу. Несколько недель... Да там весь город нафиг превратился в какую-то жесть. Службы Бостона смывали патоку в море и засыпали улицы песком. Офигеть. Но оставшийся сладкий запах ещё многие годы напоминало случившимся. Спасибо за просмотр. Ролик офигенный. Очень. Естественно. Видео получилось коротким, но не расстраивайтесь. В этом месяце я планирую выпустить ещё два. О! Вот это уже хорошая новость. А то мудрёный что-то замудрил. Выпускает ролики раз в месяц. А теперь у нас даже три будет в месяц. Вот это вот... Вот этому я прям очень рад. Жду его новых видосов. Но из которых будет по Великой Отечественной войне. Окей. Я знаю, вы заждались. Поэтому нажмите колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Подписывайтесь на Телеграм и Инстаграм. Стоит колокольчик? Ну да, конечно. И вступайте в группу ВКонтакте. Если ещё не видели предыдущее видео, обязательно гляньте его. И как всегда, спасибо вам за поддержку на Патреоне. Ролик получился просто офигенный. Я вообще не знал про это. Ну, естественно, я практически ни про чё не знаю, про чё нам рассказывает мудрёныч. И это, наверное, очень хорошо. Потому что я просвещаюсь. Вы просвещаетесь. Вначале я подумал, что это будет что-то смешное. Нифига. Оказывается, мудрёныч, как обычно, нас ввёл в заблуждение. Так же, как с милыми пингвинчиками. Ой, пингвинчики. Они трахают трупы. О, не милые пингвинчики. Здесь тоже самое такое будет. О, наверное, будет сейчас сладкая сказка. Ага, жесть какая-то произошла. Короче, ролик офигенный. Лайк я уже поставил. Но если вам понравилась моя реакция, не забывайте ставить под ней лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. А с вами, как всегда, был Reborn. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.